Наш сегодняшний семинар называется «Поддержка информационных баз». Коротко расскажу о семинаре и коротко расскажу о себе. Меня зовут Комков Андрей Григорьевич, я преподаватель центра по направлению программирования в 1С, занимаюсь соответствующими курсами. Обратите внимание, что есть курс, который называется «1С-подприятие 8. Поддержка информационных баз», так же, как и наш сегодняшний семинар. И фактически можно считать, что наш сегодняшний семинар – это некий такой план этого курса, в котором мы обсуждаем основные моменты поддержки, и в соответствующем курсе мы эти же моменты разбираем, но уже существенно более подробно. Вопросы, связанные с курсами, с этим курсом, с любым другим курсом, вы можете задать либо по телефону центра, либо почитать на сайте. Мы сегодня обсуждаем вот такие вопросы. Мы, во-первых, поговорим о том, откуда базы вообще берутся. Мы говорим о списке пользователей, его настройки. Мы разберем некоторые базовые сервисные операции. Пару слов, скажем, про резервное копирование. Обсудим ситуации, когда база неисправна и что делать в таких ситуациях. Ну и тоже коротко поговорим по поводу обновления конфигурации. Как видите, многие вопросы в списке, они сами по себе довольно объемные. Тогда давайте начнем с первого вопроса, откуда у нас берутся базы. Ну, я надеюсь, что в целом большинство из вас имеет представление, что такое бизнес-подприятие вообще учетная система, точнее система, которая позволяет вести разного вида учета. И знакомство компании с 1С-подприятием обычно начинается с того, что компания приобретает для личного пользования какое-то прикладное решение, разработанное с использованием платформы 1С-подприятия. И обычно компания покупает не просто платформу 1С-подприятия, она покупает какое-то конкретное решение. Например, вот я взял за основу бухгалтерии предприятия. Будем смотреть примеры, связанные с бухгалтерией. Большая часть того, о чем мы говорим, будет применима и к другим прикладным решениям. Когда компания купила бухгалтерию, а покупается в большинстве случаев прикладное решение типовой фирмы 1С, через какое-то одно из множества партнеров фирмы 1С. Ну и вот что получает наша компания изначально. Это некий установочный пакет, в котором что-то содержится. Давайте попробуем установить, посмотреть, что это такое. Пока запускается, давайте посмотрим, что тут вообще за файлы такие лежат. Видим, что есть файлик какой-то 1sv8.efd, довольно крупного размера. Можно догадаться, что все содержимое этого пакета установки находится здесь. А что здесь находится? Находится здесь как минимум шаблон информационной базы, из которого база будет создаваться. Технически может там находиться что угодно. Но стандартный вариант в пакете установки находится шаблон для создания чистой информационной базы и шаблон для создания базы демонстрационной. Демонстрационная база – это база, в которой уже есть какие-то данные. На которой пользователь может понаблюдать за тем, как вообще вести учет в этой конфигурации. Итак, запустилась наконец программа установки. А нам предлагают выбрать каталог, куда будет устанавливаться то, что мы устанавливаем. Ну и каталог по умолчанию, как видите, вот такой, где-то на текущем компьютере, где-то в папках, связанных с работой текущего пользователя, будет установлено содержимое этого пакета. Мы, как минимум, с вами собираемся заглянуть и посмотреть, что туда установлено. Может быть, не раз мы будем туда заглядываться. А такое может быть, потому что в комплект поставки может входить какая-то документация или какие-то другие полезные материалы. Поэтому мы сделаем так, что мы создадим какой-нибудь каталог шаблонов отдельный, чтобы долго его подогнили искать. Вот так. Фактически, что сейчас произойдет? В этот каталог просто распакуйте содержимое комплекта поставки, не более. Ну и поскольку размер большой, какое-то время нам придется подождать. Готово. И сразу отправляемся смотреть, что у нас в каталоге шаблонов появилось. Появился каталог 1С, потому что поставщик решения, которое мы используем в фирме 1С. В нем появился каталог с названием той конфигурации, которую мы собираемся использовать. В нем находится каталог с этой конфигурацией, а вот дальше уже, собственно, содержимое поставки. Что здесь есть? Ну, для тех, кто был на курсе по программированию, здесь уже половина должна быть понятна. Что здесь имеется? Файл 1sv8.new.dt – это какая-то информационная база, точнее, ее выгрузка. И можно понять, что это новая, то есть чистая база без данных. Есть еще файлик чуть крупнее 1sv8.dt. Можно предположить, что здесь у нас будет находиться и находится демонстрационная база. База уже с какими-то данными. Есть файл с конфигурацией. Ну и плюс некие бонусные вещи, например, приспособления для обмена данными с другими конфигурациями. Что теперь с этим делать будем? Это всего лишь шаблоны, из которых мы теперь можем создавать свои базы, но базу еще нужно создать. Так, создаю папку. А для тех, кто в курсе того, что такое файловые серверные режимы, мы сейчас используем возможности файловой базы, файлового режима работы платформы. Поэтому создаю папку на рабочем столе. Называется будет база. Вот она. Ну и далее запускаю 1s предприятие. Окошко запуска. Вижу, что уже есть какие-то базы на этом компьютере. Слушатели курсов других их создавали. А мне нужно создать свою собственную базу для ведения учета. Причем на основании того шаблона, который я только что установил. Жму кнопочку «Добавить». Создание новой базы мне предлагают выполнить. Я жму «Далее». И вот здесь мы наблюдаем тот шаблон, который мы установили. «Бухгалтерия предприятия». И, как видим, есть две группы. Просто «Бухгалтерия предприятия» чистая база. И если задача стоит начать вести учет, то мы создаем вот такую базу. «Демо» – это та же база, но уже заполненная какими-то демонстрационными данными, чтобы мы могли посмотреть примеры ведения учета. Я выбираю этот вариант. Как видите, на этом компьютере еще установлены шаблоны для каких-то других решений. Например, для конвертации данных. А у вас может возникнуть вопрос, откуда они здесь вообще видны. Мы ведь распаковали шаблоны, в свою какую-то папку, и там находятся только шаблоны бухгалтерии. Сразу могу ответить, что в настройках окна запуска есть список каталогов, в которых находятся эти шаблоны создания баз. И тот каталог, который мы использовали, он автоматически сюда добавился. Поэтому сейчас, при создании базы, платформа находит каталоги и в нашем каталоге, и в стандартном каталоге. Еще раз. Создаю базу. Бухгалтерия. Демо-база. Такой версии. Называться будет «Бухгалтерия предприятия. Демо». Находиться будет, но я хотел в каталоге база, поэтому я выберу этот путь. У меня база будет находиться на рабочем столе. База. Дальше нас сейчас не интересуют настройки, мы просто жмем «Готово». И вот сейчас происходит, что из того файлика, который с расширением DT, выполняется распаковка базы. И распакованная база появится в нашем каталоге «База». Мы получим новую базу, демонстрационную, через какое-то время. Пока база создается, можете написать какие-нибудь вопросы. Если они у вас есть. Все конфигурации разные по размеру. Есть очень маленькие, простые. Есть побольше. Есть очень крупные. Соответственно, чем больше прикладного решения, чем оно сложнее, тем дольше выполняется создание информационной базы. Тем крупнее файлы поставки. По поводу конвертации. В том числе 7.7 на 8.2 или на 8.3. Тут уж как фирма 1С решит. Но мы видим, что здесь не совсем конвертации, здесь обмены. А конвертация есть со второй бухгалтерией в комплекте. А если вам нужно найти конвертацию со седьмой версией, то тут уже будет сложнее. Скорее, стоит поискать конвертацию из комплекта бухгалтерии второй. Там может быть конвертация из седьмой бухгалтерии. Может быть, стоит таким вот путем пойти. Либо на диске ETS поискать с AD конвертации. Может быть, в составе самой конвертации есть конвертация с седьмой версией на третью бухгалтерию. В общем, это вопрос открытый. Есть ли такая готовая конвертация. Но в технических в комплекте поставки часто выкладывается что-то для конвертации из предыдущих редакций. Мы видим только со второй. У нас тем временем что-то происходит. Вот какие-то файлы появились. И, кстати, база уже готова. Так. В папке находятся некие файлы. И вот тот самый крупный файл, который подписан как файловая информационная база. Вот и есть файл, в котором находится наша база. Все учетные данные будут храниться здесь. И далее можем пользоваться. С чего начнем? Ну, как запустить? Запуск у нас выполняется либо кнопка 1С подприятия запуска в режиме пользовательском, либо кнопка конфигуратора, если нам нужны возможности конфигуратора, который себе представляет инструмент разработки. Ну, давайте убедимся, что у нас действительно есть база. Нажму 1С подприятия. Пусть запустится. Мы увидим, что действительно база бухгалтерская у нас есть. Вопрос запуска, кстати, тоже довольно интересный. Разные решения запускаются по-разному. По скорости. Ну, вот у меня открылось такое окошко, окно выбора пользователя. Поскольку эта база демонстрационная, в этой базе уже есть пользователи. Целых три пользователя. В чистой базе, соответственно, у вас пользователей не будет. Вы этих пользователей заведете сами. Как они заводятся, я сейчас отдельно покажу. По-прежнему ожидаю запуска. Сама картинка, которая отображается при запуске, у меня на другом экране. И передвинуть возможности ее нет. Поэтому дождемся, когда запустится. Увидим окна клиентского приложения. Первый запуск по времени может отличаться от других. Придется подождать. Может быть, у вас сейчас какие-то вопросы есть. Потому что мы посмотрели. Наконец начинает открываться клиентское приложение. И вот оно, пожалуйста. Установили. База у нас есть. Можно начинать вести учет. А можно изучить введение учета по демо-базе. Хотя самой базы, наверное, будет недостаточно. Но здесь хотя бы есть какие-то данные. Заполнены справочники. Созданы какие-то документы. Уже можно посмотреть отчеты. И примерно представлять, как все это работает. Но у нас другая задача. Мы уже сказали, что когда мы создаем базу чистую, то появляется задача создания пользователей. Редко, когда с базой работает один человек. А когда людей много, то вопрос о разграничении прав, он обычно как-то решается. Что мы на этот счет можем предпринять? Ну, во-первых, для тех, кто был на курсах для программистов. Те знают, что список пользователей можно настраивать в режиме конфигуратор. Что в конфигураторе есть такая возможность посмотреть список пользователей, добавить их, настроить их право. И в тех же курсах для программистов мы говорили о том, что это не всегда оптимальный вариант. По той причине, что список пользователей в некоторых прикладных решениях можно развести и в пользовательском режиме. Но поскольку мы занимались разработкой довольно простых решений, мы ввели список пользователей в воздействии конфигуратора. Нажимали администрированный список пользователей. Ну и вот он, список пользователей. Кстати, здесь их четыре. А при запуске мы видели троих почему-то. Для одного из пользователей, очевидно, задано, точнее, выключено настройка, подображая списки выбора. Он у нас невидимый, он для служебной цели. Так вот, откуда берутся пользователи, кроме как вот в этом списке. Можно настроить пользователей и здесь, но давайте посмотрим, где это делается в пользовательском режиме. Почти все, что связано с администрированием, мы находим в разделе администрирования. Что касается пользователей, здесь есть специальный подраздел настройки пользователей. Открываем и смотрим, что здесь есть. Во-первых, есть список самих пользователей, что уже хорошо. И здесь же можно создать новый пользователь. Пробуем. Добавил я пользователю. Заполнил только лишь имя, нажимаю кнопку записать. Что произойдет? С точки зрения пользователя, добавился новый пользователь, под которым теперь можно залогиниться. Для тех, кто в курсе работы с конфигурацией, обновляю список пользователей в конфигураторе, видите, здесь тоже появился пользователь. Бухгалтерия сама программно в этот список добавила пользователя. Но, правда, сейчас у этого пользователя стоит вот такой знак вопроса. Как вы думаете, почему? Какие вопросы у платформы к этому пользователю? Могут быть. По поводу пароля. На самом деле, к паролю сильно не придирается система, поэтому пароль на эту штуку не влияет. Да, по поводу прав нам подсказывают, что у прочих пользователей заданы права, у этого пользователя никаких доступных ролей нет. И можно было бы здесь задать их, но, во-первых, сложно, потому что много, и нужно разбираться с тем, как все это устроено, и желательно обойтись без этого. А можно, опять же, в пользовательском режиме все это сделать. Только нужно найти кнопку права доступа, нажать, открыть. Здесь не совсем роли, здесь так называемые профили. Профиль – это какая-то типовая группа включенных ролей. Ну, скажем, человек у нас бухгалтер. Ставим отметку бухгалтера, нажимаем записать. Что сейчас происходит? Сейчас платформа также программно заполняет, ставит галочки для созданного только что пользователя. Настройка пользователя, настройка пользователя, вот конфигуратор, вот наш пользователь, вот доступные роли. Нам не пришлось их проставлять вручную, разбираться с ним, проставлено. Конечно, если вы сталкиваетесь с задачей, когда роль какая-то нетиповая, он не бухгалтер, не менеджер по продажам, а какой-то там совершенно особенный сотрудник, тогда вам придется описать свой профиль и настраивать его на уровне вот тех самых ролей, которые в конфигураторе видны. Это можно сделать в пользовательском режиме, но это уже не в рамках семинара, это уже можно послушать на курсе. Какие еще возможности тут есть? Чем еще предпочтительно задавать пользователя в таком режиме, в пользовательском? Есть прочие настройки, кроме стандартных системных, связь с физлицом, справочники, связь с подразделением, какие-то прочие настройки имеются, а все здесь можно задать. Список контактных лиц, связанный с параличными, пожалуйста. Новые шаблоны, как я только что сказал, мы обсуждаем в курсе. Если коротко, то группы доступа, профили групп доступа вот здесь. Что еще можно делать? На курсах для программистов мы говорили, что можно настраивать права не просто на уровне есть доступ к справочнику или нет доступа к справочнику, а на уровне записи. Как видите, здесь есть тоже такая штука. Что позволяет? Например, позволяет сделать так, чтобы наш бухгалтер имел доступ к данным только какой-то одной организации. Типовые сценарии ограничения доступа на уровне записи, как видите, в прикладном решении уже реализованы. И заморачиваться в конфигураторе, описывать какие-то там ограничения доступа уже не нужно. Да, именно RLS мы в пользовательском режиме и настраиваем. Точнее, настроенные тоже в конфигураторе, мы здесь их просто включаем и задаем конкретные значения для параметров сеанса. Ну, это я для тех, кто программистов. Вот, пожалуй, всё, что я хотел сейчас сказать про настройку прав. Как видите, тут всё довольно просто. И если пользователь действительно типовой, то всё довольно просто решится в плане настройки его параметров. Дальше. Что ещё, кроме настройки пользователей, мы делаем в повседневной жизни с базой? Много чего такого полезного есть в разделе «Поддержка и обслуживание». Например, удаление помеченных объектов. Если уж ведётся учёт, то пользователи что-то там помечают на удалении, и в этом месте можно запустить обработку по удалению этих помеченных объектов. Почему выделено в поддержку, почему это сделано в виде обработки, и почему обсуждаем это именно в курсе по поддержке? Потому что операция, она хоть простая по смыслу, но довольно ресурсоёмкая, о чём, кстати, в этой обработке явно написано здесь внизу. До нескольких часов. А почему так? Опять же, кто занимается разработкой в курсе, ну и пользователи должны знать, что если мы планируем удалить какой-то там объект из базы, платформа сначала проверит, нет ли где-то в этой же базе связи с этим объектом, если какой-то товар в каком-то там документе используется, то удалить его просто так нам не разрешат. А вот эта проверка может занимать много времени, и поэтому нас предупреждают, что это длительно. Возможно. Но, тем не менее, возможности есть. Давайте попробуем. Поиск объектов выполняется. Я надеюсь, что в демобазе есть что-то помеченное на удалении. Может быть и нет, сейчас мы это выясним. Пока выполняется поиск, пишите вопросы, если они у вас есть. Ну, что-то нашлось. Пять новостей и один вид субконта даже помечен на удалении. Жмем удалить. Смотрим, что из этого выйдет. Вот так поштучно удаляются. И вот нам, смотрите, какие результаты выданы, что вид субконта, окажется, удалить мы не можем, потому что он где-то был использован. Что пользователь теперь делать будет? Вот с этим всем. Если он пометил вид субконта и ему обработка говорит, что, уважаемые пользователи, вы же используете этот вид субконта, тут исключением быть не должно, это ведь защитный механизм, скажем так, целостности данных. А рекурсивное удаление в отдельных случаях есть, но сейчас, как видите, не работает у нас такое. Нужно как-то отвязать, действительно, ну, какие варианты. Можно убрать субконта со счета, хотя довольно-таки ответственная процедура, ведь если его туда добавили, явно не просто так. Ну, и потом еще перепроводить вот эти документы, сделать так, чтобы эти документы уже не использовали новую вид субконта. Или вообще хорошо подумать, зачем поставили пометку, есть большая вероятность, что и по ошибке пометили вид субконта на удаление. Вот, в общем, все, что можно удалить, все, что не нарушает ссылочную целостность, удаляется. Все, что используется где-то в учете, в каких-то объектах, не помеченных на удаление, вот тогда пользователю выдается такой вот список. Что очень удобно и правильно. А по поводу резервного копирования в облако поступил вопрос, есть ли оно, да, оно и есть. Ну, с этим, я думаю, понятно. Что еще у нас тут есть? Блокировка работы. Блокировка работы может показаться неочевидной такой возможностью, ведь, казалось бы, зачем. А вот для тех, кто был на курсе по программированию, да, для тех слушателей это особенно актуальная возможность, потому что мы знаем, что бывают случаи, например, при установке обновления, иногда нужно получить монопольный доступ в базе. То есть сделать так, чтобы в базе у нас в какой-то момент времени никто не работал. И для этого есть разные приемы, но вот эта штука, она довольно удобна, потому что вы видите, вы можете написать сообщение для пользователя о том, что сегодня, в какое-то время, работа базы будет установлена для регламентных работ, пожалуйста, всем сохранится выйти. Указываете диапазон с, по, и в этот интервал уже никто, включая вас, никто, кто не знает код для разблокировки, уже просто так не подключится к базе. А те, кто подключены, тех вежливо попросят выйти в течение определенного времени. Если не выйдут, то работа принудительно завершается. Вот такой механизм реализован на уровне подкладного решения, то есть написан разработчиками. Так что, если вам нужно пользователей из базы выгнать, то такая штука есть, особенно удобна при большом количестве пользователей. Ну и связанный механизм просмотра активных пользователей – это просто список пользователей. Если вы думали, что у вас все вышли, а что-то сделать не получается, то вы здесь смотрите, кто работает за каким компьютером для информативных корректов целей. Ну и тут есть еще такая штука, как журнал регистрации. Журнал регистрации фиксирует события, связанные с базой. И здесь события такого рода, как добавление каких-то элементов в справочнике, проведение документов, возможно удаление каких-то данных. Все это здесь фиксируется. Ну и старт, окончание работы сеансов, в регламентных заданиях, как видите, фондовые задания, обновление индекса полнотекстового поиска запускалось, тоже отметка об этом пишется в журнал. Вообще технически прикладное решение может всегда писать что угодно. Чем это полезно для вас? Тем, что вы здесь можете наблюдать, например, вы увидели в списке пользователей, что кто-то там, у вас один человек работает в 3 часа ночи, вам интересно, человек действительно работает или он просто не закрыл сеанс. А с помощью журнала можете установить отбор по этому пользователю и посмотреть, активность этого пользователя, он активен, он что-то делал в последнее время или нет. Есть разные сценарии применения журнала, но идея, я думаю, понятна. Журнал фиксирует события, связанные с данными в базе. Просто список. Итак, поступил к нам вопрос. Если пользователь не может ввести свой пароль, если это пользователь с неадминистративными правами, то вы просто задаете ему новый пароль. Вам всегда доступен список пользователей, вы всегда можете написать пользователю, если у вас есть административные права, новый пароль. Если ты пользователь с административными правами, единственный, и он забыл пароль, вот это немножко хуже. Но тоже решаемая ситуация. Если это серверная база, то... А, вы про блокировку? Прошу прощения, не сразу понял вопрос. Есть ли забыт пароль для обхода блокировки? Вот я не сталкивался с таким случаем, чтобы он был забыт. Ну, если есть возможность дождаться, да, это решит проблему. Если нет возможности, ну, тут открытый вопрос. Могу только сказать, что делать для профилактики таких случаев. Вы, когда добавляете базу в свой список, в настройках своей... Не списка, а базы. В настройках параметров запуска сразу прописываете тот пароль, который вы обычно используете, тот ключ для обхода блокировки. И с этого момента у вас никаких проблем с запуском во время блокировки уже не возникает. Вот. Ну, а если забыли, то... Мне тут сложно что-то такое посоветовать. Есть смысл руководства администратора посмотреть. Возможно, там такой случай может быть описан, может быть нет. Во всяком случае, если есть штатные механизмы обхода, то там они должны быть написаны. Какие-нибудь еще вопросы имеются? Переходим к резервному копированию. Резервное копирование предназначено для того, чтобы мы могли как-то спасаться от проблемных ситуаций, которые периодически с базами происходят. Смысл в том, чтобы мы время от времени создавали копию нашей базы и могли целиком или частично данные из этой копии восстановить, если с нашей базой что-то случится. Но здесь уже не все так очевидно в плане способов изготовления этих копий, поэтому вопрос для начала к вам. Кто как делает копию базы? У кого она есть? Кто-нибудь делает копию базы? Сценарий. А что делает сценарий? Через механизм выгрузки. Это действительно на текущий момент самый распространенный способ создания копии базы. Сценарий – это на каком-то скриптовом языке написанный алгоритм, который запускает внести предприятия в специальном режиме и передает ему команду создать выгрузку базы. Выгрузка базы в ручном режиме делается, например, в конфигураторе в меню администрирования выгрузить базу. Выгрузка базы – это сжатая копия базы. При выгрузке платформа следит, чтобы пользователи с базой не работали, то есть она будет гарантированно целостная и довольно просто. Видите, два действия – выгрузить, загрузить. И повторюсь, такой подход самый распространенный на текущий момент, хотя в отдельных случаях он может быть и не оптимальным, но тем не менее он используется исключительно из-за своей простоты. По поводу копирования папки тоже вполне приемлемый вариант, но, правда, здесь, конечно, необходимо, чтобы база была файловая. Впрочем, если у вас серверная база и вы копируете файлы, ну, тоже допустимо, но это как минимум странно. Так. Действительно, можно просто папку скопировать и скопировать файл. А чем неудобен способ? Во-первых, файл может быть крупным, а во-вторых, если работаю с файлом пользователей, то уже целостность данных может быть нарушена. Вот там кто-то активно проводит документы, а вы при этом файл копируете. А что там будет скопировано в файле, не совсем понятно. Так что копировать можно, рабочий совершенно способ создания архивных копий, но минус в том, что файл их еще потом нужно будет, наверное, как-то сжимать. Какие у нас еще есть варианты? Если это серверная база, то можно и желательно средствами с OBD копировать, потому что развитие с OBD содержат много удобных инструментов по созданию резервных копий. Хотя, повторюсь, если база небольшая, вам удобнее создавать выгрузки, пожалуйста, тоже можно. О чем хотелось сказать и сейчас. В прикладных решениях на данный момент в типовых решениях реализована возможность создания копий и в пользовательском режиме. Вот, резервное копирование. И вот по поводу облака 1С. Вот здесь вы указываете, как. Работает для файловой базы. Работает через копирование файла. При этом архивируется. Не так сильно, как при выгрузке, но все равно. При выгрузке размер сильно или уменьшается, поступил вопрос. Ну, довольно сильно. Это можно, кстати, видеть. Вы видели размер нашей базы? Гигабайт почти. А создавалась эта база из выгрузки. Вот та выгрузка, она имеет вот такой вот размер. Примерно в 3 раза меньше. И что еще удобно. Проверяется наличие активных пользователей при создании резервных копий из пользовательского режима. И возможность выполнять копирование регламентно по задному расписанию в указанный каталог. Так, расписание задается довольно гибко. Можете настроить, что каждый день в полночь запускаться у вас будет резервное копирование. Естественно, нужно, чтобы, если это файловый режим, какое-то клиентское приложение у вас было бы открыто. Ну, на самом деле, какое клиентское приложение отвечает в файловом режиме за запуск фоновых заданий, это отдельная большая тема. Небольшая средняя. Но все равно. Возможность есть. И для файловой базы вполне удобный вариант. Здесь же, естественно, есть возможность восстановления из копий. В первую очередь, простотой удобен этот вариант. По поводу облачного копирования затрудняюсь сказать вам точно. Это отдельный сервис. Вероятнее всего, что... Ну, в рамках какого договора конкретно это происходит, не могу сказать. Отдельный это договор или какой-то общий. Но в любом случае можно прочитать на сайте, где список сервисов 1С предоставляется. Вопрос по поводу целостности копий. Что мы понимаем по целостности? Делаются они или нет вообще? Тут понятно. Сам механизм, насколько я понимаю, не контролирует этого. То есть, если у вас что-то пошло не так, вам в лучшем случае покажут сообщение либо запись в журнале у вас будет сделана о том, что у вас резервная копия не создалась. Так что следите сами. Смотрим, что есть у нас в настройках. Я здесь не вижу возможности отправлять какие-то уведомления куда-либо. Следить обязательно нужно. Если ничего здесь нет допиливать, то вероятно придется следить вручную. По поводу нельзя восстановиться. Это уже какой-то частный случай и, видимо, нужно разбираться с файлом и почему он битый. Тут я затрудняю сказать. Битый ли у вас получился архив или это файл поврежденный. Если сам файл поврежденный, возможно, создавалась резервная копия файла, который как-то поврежден. А по поводу того, как чинить поврежденные файлы базы мы сейчас поговорим. Но тут уже возможны варианты. как определить, какой версии приложения создавалась база. Вот это сложно определить, потому что мы имеем в виду, в какой версии создавалась база, которая находится в файле выгрузки или в какой версии приложения у нас создавался файл с базой, когда мы его разворачивали. Каких-то штабных возможностей я не встречал. Обычно это происходит при загрузке, когда вы загружаете из файла. Если текущая версия может его загрузить, она загружает и в свойствах совместимости, в свойствах конфигурации вы уже видите по свойствам совместимости, определяете по режиму совместимости, когда, какой версии создавалась база. Либо при загрузке вы получаете сообщение о том, что сделана очень старая версия и поэтому загрузить нельзя. О каких свойствах совместимости речи идет, понятно? Так, хорошо. Можно ли на примере? Ну, давайте запустим. Я не знаю, насколько быстро у нас это пройдет. Ну, пусть на рабочем столе. У меня сейчас открыт конфигуратор, поэтому уже будут проблемы. Я его закрою и подождем, посмотрим, что получится. Сейчас, вот в той версии, которую мы смотрим, мы либо увидим сообщение о том, что у нас копирование прошло нормально, либо мы ничего не видим. Ну, и плюс мы заглянем в журнал, посмотрим, что в журнале будет написано. Сейчас, по идее, мы должны видеть окошко о том, что выполняется копирование. Вот я опять вижу его на втором экране и переместить я его на основной экран не могу. Сделаем принтскрин, посмотрим хотя бы на картинку. Окно, которое говорит нам о том, что выполняется копирование чудесным образом не попадается в снимок экрана. Ну, сейчас мы запустили создание резервной копии. Естественно, клиентское приложение автоматически закрылось, и я закрыл конфигуратор, потому что необходимые требования, нам не нужны работающие пользователи сейчас. Ну, и ждем окончания. Как молча завершилось резервное копирование, будем пытаться найти резервную копию. Вот файлик появился. Можете заметить, что напрасно это делаем. Судя по размеру, сжался он примерно так же, как и в случае с изготовлением выгрузки, а выгрузка проходила бы у нас несколько дольше. Так что еще один плюс. Файл содержит базу. Всего лишь один файл, и обратите внимание, ничего здесь нет из того, что могло бы быть. Здесь нет файлов журнала регистрации. Так что при таком вот копировании, если вы восстанавливаетесь из базы, если у вас пропал журнал, то таким образом он уже не восстановится. восстановится. Так, ну и вот у нас есть бэкап. На файл выгрузки установить пароль нельзя, если мы говорим про стандартную выгрузку, которую в DT файлы выгружают. А если мы говорим про вот этот механизм, давайте посмотрим. программно, сразу скажу, сделать это можно. То есть, если даже это не написано разработчиками прикладных решений, то при желании вы можете доработать механизм резервного копирования и пароль на копию ставить, на ZIP файл. Если, конечно, посчитаете этот вариант надежный. А нам сейчас нужно попробовать загрузиться из этой копии. По поводу поддержки. Смотря как вы это сделаете, если вы влезете в типовой алгоритм и поменяете его, то да, вам придется снимать с поддержки. Если вы, например, создадите какую-то копию и впишите туда, не затрагивая при этом конфигурацию, то копию обработки, например, если это делается с обработкой, то ничего страшного с поддержкой у вас не произойдет. Про поддержку мы еще скажем. Сейчас нужно загрузить резервную копию. Видим, что второй запуск он тоже совсем быстро проходит. Попробуем как-то запустить еще раз. Ну, вот запускаем. всегда ли она так долго работает, но учитывая размеры базы не так уж и долго. Все сильно зависит от размеров вашей базы. Чем больше базы, тем дальше создается копия. те, у кого базы крупные, могут написать время наверняка там оно может измеряться в часах. Это если мы говорим про копирование средствами создания выгрузки либо вот этим инструментом. Если копирование делается средствами какой-то СБД, то там уже есть варианты. Пока ждем загрузки. Вы пишите вопросы. Про защиту персональных данных к сожалению ничего не могу рассказать, потому что это отдельный сервис. И мы как-то уже не совсем наверное с поддержкой базы связаны. Это просто отдельный функционал, но когда загрузится мы можем просто открыть посмотреть что это примерно. Ну вот дошли до отключения сеанса. открылся окошко копирования видим, что клиентское приложение закрылось, но запустило какой-то там сценарий, который выполняет копирование базы из резервной копии в рабочую папку. Все окошки закрылись. По идее клиентское приложение должно запуститься, но как-то не похоже, что оно запустилось. запускаем запускаем сами. Мы не успели внести каких-то изменений, поэтому мы сейчас просто убедимся, что у нас есть рабочая база. Вопрос поступил по поводу диска. А какого рода копирования об этом какие ограничения установили? Если по размерам, то конечно вы можете создавать резервные копии на любые другие диски. Давайте будем считать, что база загрузилась из копии, хотя бы потому, что файл скопировался. Каталог вы указываете здесь в любой, поэтому в сетевую папку на любой диск, пожалуйста, когда вам удобно, туда и копируйте. По защите персональных данных вам стоит почитать наверное в описании конфигурации. Это уже больше к вопросам работы по защите данных в этой системе и что за закон вообще такой. Так, да, по поводу журнала. У нас выполнялись какие-то действия. Давайте посмотрим, что в журнале есть. Фоновое задание по извлечению текста. Нам оно не интересно. Не интересно. Не интересно. Индекс обновляется хорошо, но тоже не то. Я здесь например ничего не вижу по поводу резервной копии. Так что следим за копированием. Как минимум за тем, что у вас есть файлы и в этих файлах, в архивах находятся файлы правильного названия. По резервному копированию вопроса. мы сейчас в журнале эту информацию не нашли. Это не значит, что ее здесь никогда не будет. Может быть когда-нибудь этот механизм доработает. Может быть это посчитали не совсем логичным, потому что журнал регистрации сам по себе мы видели не архивируется, не попадает в архивную копию. Ограничения на размер лог файла как такового нет ограничения, но только со стороны операционной системы. На самом деле это отдельная тема, в курсе мы это обсуждаем, потому что файл лога растет, 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 его нужно либо сокращать, либо вести его как-то там порциями, либо не все, что он учитывает, учитывает, то есть ограничивать как-то его содержимое, в общем, там есть разные сценарии. По поводу, возвращаясь к вопросу про резервную копию, копируйте просто на отдельный диск. в идеале какое-то файловое хранилище используйте. Облачный вариант тоже хороший. В общем, любыми доступными способами заботьтесь о том, чтобы эти файлы у вас никуда не пропали. Если же все-таки вы столкнулись с ситуацией, когда нет резервной копии, а с базой что-то произошло. Как быть? А что вообще может с базой произойти? База – это файл, файл определенной структуры, и если в этой структуре что-то там нарушено, то непонятно, как будет работать наша бухгалтерия. Проявления могут быть самыми разными от непонятных цифр до того, что бухгалтерия просто будет не запускаться с какими-то непонятными сообщениями. Вариантов очень много, очень много разных поломок может произойти с базой, поэтому первое, что нужно делать – это профилактика, не допускать таких ситуаций и создавать резервные копии регулярно и тщательно продумать вообще план их изготовления и план их восстановления. Но если все-таки база поломалась и ее нужно как-то восстанавливать и искать в ней ошибки, то это тот случай, когда в пользовательском режиме мы мало что можем сделать. Вот тут уж вам придется открыть такую штуку, конфигуратор. кто не в курсе это среда разработки, кроме прочего. И здесь в меню администрирования есть такой пункт, который называется тестирование исправления. вот раньше об этом не говорилось, но поскольку очень важный момент, сейчас нам сразу пишут, что будете добры создать резервную копию, если будете выполнять эту операцию. Естественно, это обязательно нужно делать перед тестированием исправления. Что здесь есть? Эта штука не обязательно для решения каких-то проблем, неисправности или сбоев. А здесь есть и операции, которые можно в каком-то смысле считать регламентами, например, пересчет индексов, перестраивание индекса и пересчет итогов иногда можно тоже считать и при сбоях его запускать и с точки зрения производительности видит вопрос решен. А сжатие таблицы тоже не совсем решение проблем это просто уменьшение размера файла. Но чаще всего наверное сюда заходят чтобы исправить какие-то проблемы. Сценариев как я говорил очень много. Есть два режима работы здесь тестирование и тестирование исправления. Можно до начала запустить тестирование и посмотреть по всем режимам найдутся ли какие-то неисправности в нашей базе. Процесс пошел. Хоть это и демо-база, но здесь тоже всякое может быть. И важный момент я забыл обозначить, с чего тоже стоило начать про время выполнения операции. Вот сейчас выполняется реиндексация, как у нас тут написано. Чем больше таблиц, чем больше данных, тем дольше выполняется перестроение индекса. Мы уже сейчас не будем обсуждать, что это, но это важная служебная информация, которая влияет на производительность нашей системы сильно. Поэтому реиндексацию часто выполняют, но и время это тоже может занимать довольно много. Так что перед запуском этой штуки нужно держать в уме две вещи. во-первых, необходимость создания резервной копии, на случай, если после восстановления базы будет еще хуже, и помнить про то, что операция длительная. Вполне может быть. Ждем ошибок, пока нет. Данный механизм, он может работать и файловым, и в серверном режиме, хотя отдельные операции в серверном режиме лучше выполнять средствами СУБД, а не вот этой штукой. Конкретно для файлового режима есть еще отдельная утилита. В комплекте поставки 11 предприятия. Сейчас я вам ее покажу. Вот так она. Особых сложностей у вас не возникнет, потому что она не сильно настраивая. Такое окошко, где вы указываете имя файлового сможет найти и исправить ошибки в курсах по программированию, поэтому вопрос можно ли ее прервать. Прервать не получается. Поэтому я говорил о том, что о времени лучше думать заранее и в этом окошке возможность ограничивать время выполнения этой операции. Проверяю. В серверном варианте с помощью серверного варианта вы видели в консоли управления кластером здесь такой штуки нет. В этом файловом варианте польза которую мы смотрели. Операция это в базе будет потому что это отдельный разговор того как устроены таблички в которых при поддержке баз при выполнении некоторых операций нужно немножко понимать в случае обновления самое общее хотя быть разработчиком совершенно не обязательно при простых обновлениях и прочее вот что произойдет если выключу работу действительно возможны ошибки хотя сложно сказать что конкретно произойдет но если я во время реструктуризации данных какого-то документа прекращаю процесс то вполне возможно что таблица этого документа одна или все таблицы могут пострадать настолько что потом мы до этих данных не доберемся что давайте попробуем жаль мы не знаем какой там документ проходил реструктуризацию сейчас было бы очень интересно открыться посмотреть работает он или нет вернемся вернемся к окошку а по поводу времени вот о чем я говорил можно установить лимит и что особенно интересно и удобно возможность продолжать прерванное тестирование то есть вы установили лимит час все что за час не протестировалось вы можете продолжить позже чтобы выяснить случились ли у нас ошибки в таблице при аварийном завершении работы этого тестирования что мы могли бы сделать давайте в порядке эксперимента попросим провести только тестирование только логической целостности базы здесь нельзя выбирать конкретные объекты хотя бы так если что-то случилось возможно здесь мы это увидим пока тестируется расскажу что в курсе по поддержке баз в рамках лабораторной работы будет представлено несколько баз у которых есть реальное повреждение которое с помощью этого окошка восстановить можно не всегда можно исправить проблему не всегда можно понять что за проблема случилась с базой поэтому возвращаясь к вопросу резервных копий что это важнее чем некоторые люди считают если вы галочку поставите начать с того места где вы закончили то начнется с того места где вы закончили если оно не аварийно завершилось а по времени по ограничению времени после проверки документов если что-то случилось то мы об этом сейчас узнаем с 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 Видим, что мы пошли уже проверять регистры Видимо, с документами все не так плохо Итак, у нас сейчас нет возможности детально проговаривать все эти пункты И в рамках обсуждения поддержки не все можно проговорить детально Например, термин реструктуризация – это довольно сложная процедура Ее можно описать как-то упрощенно, например, в виде пересоздания таблицы Иногда так описывать реструктуризацию, хотя процесс на самом деле довольно сложный Включает в себя много других И бывает, кстати, что тестирование нам показывает, что все окей, что с базой все хорошо А в работе конкретных объектов у нас проблемы Если вопросы есть по тестированию, пишите И нам хорошо бы обзорно посмотреть на процесс обновления Без обновления редко, когда обходится компания, которая купила что-то из решений прикладных Особенно в случае с бухгалтерией это актуально Нужно представлять, что как у нас происходит Во-первых, для тех, кто не в курсе общей концепции, расскажу, что Бухгалтерия и прочие решения, которые фирма 1С разрабатывает в виде типовых своих продуктов Эти решения поставляются, скажем так, с открытым текстом То есть мы можем увидеть и даже поменять то, что мы купили Если, конечно, это не базовая версия бухгалтерии, где эта возможность закрыта То в остальных случаях делать это можно Чтобы на это посмотреть, я нажал на кнопочку «Открыть конфигурацию» И открыть ее в первое займет какое-то время, поэтому нам придется чуть-чуть подождать Ну и кроме того, что нам дается возможность видеть и менять это решение, эту бухгалтерию Фирма 1С сама периодически что-то меняет в этой системе Она что-то новое дописывает, она исправляет ошибки И выдает нам так называемое обновление Обновление можно себе представлять как какой-то файл, который содержит в себе изменения, которые нужно внести Которые сделаны разработчиками на стороне поставщика и которые нам нужно внести теперь в нашу рабочую базу Физически это в виде файла у нас и обычно представлено Пока открывается конфигурация, я замечу, что у меня при себе есть и обновление Откуда оно берется? Упрощенно есть несколько вариантов Либо есть специализированный раздел сайта фирма 1С, где находится перечень обновлений, которые пользователь может скачать Обычно, если это не базовая версия, он покупает так называемую подписку на ИТС Информационно-техническое обслуживание И получает право загружать вот такие обновления Еще можно обратиться в любую фирму, партнеру фирмы 1С Они выдадут этот файл Либо есть так называемые диски ИТС, там тоже есть файл обновлений В общем, каким-то способом к вам попадает такой же дистрибутив Как мы использовали при создании чистой базы только теперь Этот дистрибутив, он уже содержит шаблон обновления Сейчас посмотрим, чем он отличается Как видите, устанавливается точно так же В папку, как выйти с шаблонами Видим, что есть каталог с версией 3.0.51 Это уже какая-то новая версия Но здесь уже нет файла с расширением DT Это шаблон не полной базы, а только лишь с обновлением Обновление это файлик с расширением CFO И размеры явно меньшего, чем если это была бы полностью конфигурация Вот у нас в каталоге шаблонов установлено обновление Не обязательно загружать его вручную и устанавливать Платформа и прикладное решение, умею сами это делать Но полезно понимать, как это делается и вручную Тем более, что есть случаи, когда это и удобнее Так вот Вот открылась так называемая конфигурация системы объектов Которую расписали разработчики фирмы 1С Вот их тут очень много И это, собственно, грубо говоря, та программа Это часть, которую мы изначально купили Которой пользуемся В свойствах ее написано, что версия это 3.0.50.18 А нам бы хотелось поновее 3.0.51 То есть вот в эти объекты, в их свойства, в тексты программных модулей Добавить те изменения, которые написали программисты фирмы 1С на своей стороне И передали нам в виде файла обновления Делать как мы это будем? Во-первых, в конфигураторе такая штука есть Называется действие обновить конфигурацию Причем вы можете указать конкретный файл А можете попросить выполнить поиск Причем искать вы можете как в каталогах своих Где установлены наши шаблоны Или этот каталог, видимо, уже есть здесь А так и в интернете непосредственно у 1С поискать обновления При этом вам потребуется ввести логин-пароль Подтверждающий, что у вас есть подписка, соответствующая и доступ к этим обновлениям Автоматический поиск предпочтительнее Потому что он позволит найти обновления с максимальной версией Которая пригодна для вашей текущей версии Они периодически выходят, 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 выходят И вы можете перескочить несколько Установив сразу какое-то более новое обновление Подходит оно или нет, определяется автоматически в режиме этого поиска Ну и далее Что далее? Далее вот нашлось обновление Мы можем нажать готово, запуститься и обновиться Либо в пользовательском режиме Мы можем выполнить нечто подобное Если автоматический поиск обновления не настроен Можно принудительно вручную попросить Прикладное решение поискать обновление И попробовать его установить Пока запускается Расскажу про вот этот замочек Я говорил, что у нас есть возможность Вносить изменения в работу этой программы Тем не менее, вот здесь написано, что объект поставщика не редактируется Когда я открываю какой-нибудь модуль Мне здесь написано, что это только для чтения Есть разные причины для этого Так устроено обычно, что когда мы купили какое-то прикладное решение По умолчанию нам не рекомендуют вносить изменения Чтобы мы и случайно что-то не поменяли И не усложняли себе потом жизнь в процессе обновления Потому что если мы сами меняем эту конфигурацию Если 1С ее меняет То при установке обновления возможны конфликты Того, что мы написали с тем, что написали в 1С Поэтому самый простой и идеальный с точки зрения обновления варианта Оставлять конфигурацию вот в таком виде В неизмененном И тогда обновление у нас будет происходить относительно просто Не всегда такая возможность у нас Кто-нибудь из присутствующих пользуется Типовым решением, которое полностью на поддержке И не редактируется Я так понимаю, что нет таких прецедентов Тем не менее, случай внимания заслуживает Потому что такое бывает И даже если речь идет о крупной компании То политика может быть такой Что, например, учеты развели по двум конфигурациям Одна какая-нибудь управление торговлей Вторая бухгалтерия И бухгалтерию нужно обновлять регулярно Поэтому ее оставляют типовой А второй уже ее там Обновляют, возможно, реже Более трудозатратно Продолжу рассказ, пока открывается бухгалтерия Если все-таки организация принимает решение Вносить изменения О чем стоит, конечно, хорошо подумать Потому что Есть Например, механизм Называется Механизм расширений Который позволяет отдельные задачи Но решать Без заменения конфигурации Добавлением в конфигурацию Каких-то там своих объектов Которые временно будут заменять существующие объекты Это тоже отдельный И тоже длинный разговор По поводу Как работает расширение Но технически Вы можете не Менять типовую форму Например, авансового отчета Создать свою И подменить Ею Вот ту, которая находится сейчас В конфигурации И открываться будет ваша А не вот эта форма Причем вы можете Даже частично использовать Функционал этой формы Плюс Есть механизм Внешних отчетов Обработок Который тоже иногда Хоть и не часто Позволяет Нам Обойтись Без изменения конфигурации Механизм Дополнительных Печатных форм Есть Который позволяет нам Не вмешиваться В Имеющиеся Печатные формы А Дописывать Какие-то свои собственные Не меняя конфигурации Если Все не подходит То Тогда Конфигурацию Снимают с поддержки Для этого Достаточно Включить Возможность Изменения Ну и Начинают вносить Какие-то изменения Причем Когда изменения Вносят Тоже Хорошо думают Как это лучше сделать Так чтобы не затрагивать Функционал Типовой Но Если Изменения Внесены Если Вы Взяли И поменяли Форму Того же Документа И Фирма 1С Что-то поменяла В новой версии Бухгалтерии И форме Этого документа Что произойдет У нас При обновлении На самом деле Да Там Возможны Варианты И Во-первых Нам об этом Скажут Что у нас Имеется Некий конфликт И нам Будет Предложено Принимать Решение Да Мы можем Загрузить Измененную Форму От Поставщика И При этом Возможно Наши изменения Пропадут Мы возможно Решимся Оставить Свою форму Не загружать Новую форму Но тогда Это уже Возможно Приведет Другим проблемам Мы не получим Новый функционал И Какие-то связанные Вещи Могут Перестать Работать Поэтому В идеале Нужно Проанализировать Изменения Которые К нам Прошли Возможно Нам будет Удобно Загрузить Новую форму А потом Заново Внести Свои изменения В общем Здесь уже Начинается Отдельная Такая история И история Требует Конечно Некоторой Подготовки В части Программирования Поэтому Если мы С программированием Незнакомы Мы можем Обновить Конфигурацию Которая Либо Не менялась Либо Изменялась Незначительно В курсе О котором Я говорил Мы обновляем Конфигурацию Максимум С Косметическими Изменениями Вроде Каких-то Свойств Отдельных Реквизитов Справочников Или документов То есть Какие-то Более Глубокие Изменения Они Конечно Подребуют Больше Знаний При обновлении Я по-прежнему Жду запуска Бухгалтерии Вот она Бухгалтерия Так Давайте смотреть Что нам предлагают По части обновления Открываем Поддержку Обслуживания Установка Обновлений Посмотрим Что нам предлагают Нам предлагают Либо выбрать Файл Либо Есть ссылка Поиск Попробуем Воспользоваться Поиском Вот Нашлось Обновление Конфигурации Как видите Нам даже Платформу Обновить Предлагают Ну давайте Уж Сейчас Нам Нашли Обновление На сайте Соответственно Нас просят Ввести Данные Поэтому Придется Мне выбрать Файли У нас Был Диск С Шаблон 1С Бухгалтерия Выбрал Файл Говорю Обновляем Нас Спрашивают Действительно Легально Получили Этот Файл Или Как-то Иначе Мы Говорим Все Правильно Продолжить И В Который Раз Нам Придется Ждать Пока Что Небось Случится Что Я Такого Важного Не Сделал Перед Установкой Обновления Да О чем Я могу Потом Пожулить Я Не Сделал Копию Базы Но Разработчики Прекламных Решений Об этом Подумали И Сказали Что Можно Создавать Резервную Копию А Мы Не Будем Прямо Сейчас Говорим Установить Обновление Без Резервных Копий Мне Говорят Что Нужно Закрыть Конфигуратор Я Закрываю И Процесс Пошел Сразу Закрылось Клиентское Приложение И Сразу Некоторый Скрипт Начал Загрузку Обновления То есть Фактически То же Обновление Конфигуратором Но в пакетном Режиме Обновление Тоже Может быть Долгим Важно Для успешного Обновления Наличие Достаточно Количества Места На жестком Диске На том Диске Где Операционная Система Создает Временные Файлы Но У нас Здесь По идее Места Достаточно Поэтому Ожидаем Что Обновление Выполнится Успешно Резервную Копию Если Вдруг Это Неочевидно Создавать Нужно По Разным Причинам И Причина Номер Один В том Что Иногда Вместе С Исправленными Ошибками Хоть Это И Маловероятно Но Могут Придеть Какие-то Новые Ошибки И Что-то У нас Вдруг Не Заработает Или Мы Как-то Неудачно Сравним Объединим Со Своими Изменениями И При Этом Тоже Какие-то Проблемы Разные Поэтому Резервную Копию В обязательном Порядке Перед Обновлением Создают А Мы Этого Не Делали Только Из Пока Загружается Обновление Какие У вас Есть Вопросы По Части Обновления Чем Неудобно Вот Такое Обновление В Пользовательском Режиме Тем Что У нас Нет Полосы Прогресса По Которой Мы Видели Сколько Процентов Загрузилось В Нашу Конфигурацию Мы Видим Только На Каком Этапе Мы Находимся Выполняется Запуск Клинского Приложения После Обновления Это Наводит На Мысль О том Что Конфигурация Базы Данных Уже Обновлена И Мы Перешли К Финальной Части Обновление Это Ведь Не Просто Перезапись Новых Каких-то Программных Модулей Новыми Старых Модулей Если Поменялась Например Структура Хранения Каких-то Данных То Необходимо Выполнить Какой-то Еще Программный Код Старый Старый Формат Приведет К Какому-то Новому Формату Например То есть После Обновления Мы Еще И В Обязательном Порядке Запускаем Клиентское Приложение Чтобы Выполнились Вот эти Завершающие Операции Опять Нас Пугают Несколько Несколько Процедура Что Тоже Нормально Для Базы Особо Крупного Размера Ну И В конце Концов Чтобы Открыть Окно Программы Убедиться Что Мы Перешли На Новую Версию Процесс Идет Хоть И Медленно Кстати Можем Мы Сейчас Уже Конфигуратор Открыть Он Открылся Я Открыл свойство Мы Просто Посмотрим Что У нас Тут С версией 3.051 У нас На текущий Момент Но Это Еще Не Означает Что Обновление До Конца Выполнено Нам Нужно Все Таки Дождаться Когда Закончатся Все Вот Эти Дополнительные Операции С Данными И Потом Нам Скажут Что Обновление Завершено И Мы Можем Начинать Работать Уже С Мы Посмотрели Сейчас Самый Простой Вариант Когда Не было Никаких Изменений В Программе Соответственно Обновление Установилось Так Довольно Просто Если бы Они Были То Нам Пришлось Бы Выполнять Дополнительный Шаг Нам Нужно Было Бы Принимать Решение О том Как Быть С теми Изменениями Которые Мы Внесли В эту Программу Это Отдельный Разговор В курсе Такой Разговор Ведется Сейчас Нам Остается Дождаться Окончания Этой Процедуры Обновление Готово И Обновление Это был Последний Вопрос Который Я Собирался С вами В этом Семинаре Обсуждать Поэтому Все Накопившиеся Вопросы Можете Начинать Задавать Сейчас Вопрос Пространение Списка Информационных Баз На компьютере Пользователей Чтобы не Бегать На каждый Компьютер Вот Этот Вопрос Мы Разбираем Подробно В курсе По Поддержке Решение Сводится К тому Что Вы Создаете Один Файлик Так Называем Общий Список Один Раз Прописываете Его На Рабочих Местах И Потом Вы Ведете Только Этот Файл А Списки Баз Пользователей Автоматически Подстраиваются Под содержимое Этого Файла Так Этот Вопрос Решаем Довольно Просто Списки Общих Информационных Баз А Тогда Вы Разным Пользователям Прописываете Разные Списки Списков Может быть Сколько Угодно Значит У вас Будет Несколько Файлов И Нужным Пользователям Подключаете Нужные Списки Вы Уже Заметили Что Обновление Длительная Процедура Еще И Более Длительная Чем Создание Резервных Копий Может быть Поэтому Тоже К этому Нужно Быть Готовым И Планировать Достаточно Я думаю Будет Попробовать Обновить Свою Базу И Будете Знать Примерно Сколько Времени Это Занимает Обновление Вроде Бы Завершилось Запустится Клиентское Приложение Автоматически Видимо Нет Ну А Файлы Наполовину Вручную Создаются Единственное Что Там В списке Баз У вас Есть Кнопочка По которой Вы Можете Создать Файл Список С одной Базой А дальше Уже Я думаю Там Дальше Будет Просто Ну Вот Мы Ожидаем Обновленную Версию 3.051 3.051 У нас Реверсия На текущий момент Обновление Мы установили После установки Обновления У вас Открывается Еще и Текстовый Документ В котором Расписано Подробно Что же Пришло К нам С этим Обновлением Вот И так Очень Просто Обновлять Неизмененную Конфигурацию Вопрос С обновлением Измененной Мы Посмотреть Наверное Технически Не успеем Потому что Это будет Довольно Долгий Процесс Поэтому Пожалуйста Вопросы По всему Что мы Обсуждали Сейчас Если Вопросов Нет Вопросы Вы можете Присылать По почте Информацию Об обновлении Во первых Если вы Загружаете Обновление Через Сайт То Прямо там Вместе Со ссылкой На Обновление Вы Получите И Список С описанием Это С описанием Имеется В наличии Сразу Даже До загрузки Обновления Вы всегда Знаете Что В нем Ну и Плюс Вот он Когда Распаковался Файл С шаблонами Оно Это Не Совсем Это Не Так Вот Обновление Вот Файлик Update Сейчас Я его Открою Так Вот Пожалуйста Вот оно Это Описание А Нет Не То Это Описание Того Как Установить Инструкцию Установки Смотрим Вот Новая Версия С третьего Раза Нашел Вот оно Описание Изменений Но Проще Смотреть Обычно Обновления Берутся С сайта И Там же На сайте Сразу Читается Описание Того Что Там Поменялось Обязательно Ли Ставить Все Обновления Подряд Вот Ответ На ваш Вопрос Прямо В описании Процедуры Обновления Там же На сайте Откуда Вы забираете Обновления Или Вот Из этого Файла Короче В описании Обновления Всегда Сказано Какую Версию Оно Ставится Вы Как видите Можете Перепрыгивать Но Только На Несколько Шагов На Те Которые Допустимы Вот Если У нас 3.0.50.12 То Мы Можем Поставить Это Обновление Если Какая-то Более Старая То Это Обновление Нам Подойдет Нам Придется Ставить Сначала Какое-то Промежуточное А потом Вот Это То есть Опираясь На Эту Информацию Вы Составляете План Если Вы Давно Не Обновлялись Вы Не Обязательно Ставить Все Но Какой-то Необходимый Минимум Последовательных Обновлений Вам Информация Об Обновленных Конфигурациях Вообще Прикладное Решение Само Если Оно Настроено На Работу С Интернетом Поддержкой Определяет Актуальна Текущая Версия Если Нет Сама Предлагает Обновиться Автоматически Вопрос По Поводу Того Что Вы Не Знакомы С Программой Ну Познакомиться С Программой Легко Вы Если Вы Желаете Познакомиться Как Пользователь То Есть Учебные Версии Бухгалтерии И Некоторых Других Конфигураций Которые Можно Заполучить Бесплатно Я Вам Сходу Не скажу Где Взять Демо Бухгалтерию Потому Что Я Этим Вопросом Никогда Не Задавался Но Если Вы Скачаете Например Версию Для Обучения Программированию То Здесь В комплекте Есть Конфигурация Бухгалтерии Учебная И управление Небольшой Фирмой Учебная То есть Как минимум Два Готовых Прикладных Решения У вас Уже Есть Вы Вы Можете Установить Как Сейчас Из Шаблонов Пользоваться Ими В Учебных Целях Но Перед этим Вам Нужно Будет Установить Еще Эту Штуку Так Назваемую Платформу Которая У нас Сейчас Уже Установлена Что В общем-то Проблем Тоже Не Составит Это Тоже Обычный Дистрибутив Если Вопросы Будут Какие-то По Установке Можете По Почте Мне Их Присылать В Пользовательском Режиме А Открывается При первом Запуске Файл С описанием Обновления Б Мы видим Есть Файлик В каталоге Шаблонов И Может Быть Его Принудительно Можно Открыть Использовательского Режима Но Тут Я Сходу Не Скажу Откуда Он Открывается Можем Сейчас Попробовать Найти Если Оно Далеко Не Спрятано Может Мы Его Найдем Пока Открывается По поводу Записи Запись Традиционно Будет Запись Семинара Будет Выложена На страничке Преподавателя Через какое-то Время Не сразу Не завтра Но Скажем Так Записи Всех Семинаров Которые Проводились Они Выкладываются Так Теперь Про Версию Давайте Откроем Ту Часть Которую Про Обновление Для начала Посмотрим Здесь Описание Изменений Вот Вот Описание Можно Принудительно Повторно Открыть И Прочитать Если Вопрос Был Об этом То Вот Здесь Еще Вопрос Повторю Администрирование Поддержка Обслуживания Результат Обновления Программ То же место Откуда Мы Устанавливали Обновление Только Не Установка Обновлений А Команда Описания Изменений Программы Там же Где Запускается Обновление Так Программу Семинара Мы С вами Выполнили А Если Какие-то Вопросы У вас Появятся Можете Присылать Их По почте И Если Вы В процессе Поддержки Бас Сталкиваетесь С какими-то Задачами Которых Нет Не было В нашем Семинаре Соответственно Может быть Даже И в курсе Нет То Тоже Вы Можете Написать Об этом И тогда Это Либо Будет Добавлено В Какой-то Существующий Новый Курс Либо Возможно Станет Тема Очередного Семинара Спасибо Уважаемые Коллеги Что Пришли И До Новых Встреч Можете Можете Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok